Здравствуйте, дорогие телеприхожане. Иисус в Гельсиманском саду именно так называется наша сегодняшняя программа. О названии этого сада можно сказать, что оно говорящее, потому что именно там Иисус провел свою самую великую битву. Так как же переводится это название? Что это была за битва, и что еще мы можем узнать об этих событиях? Обо всем этом в своей сегодняшней проповеди вам расскажет пастор Вольфганг Вегерт. Приятного просмотра. Сейчас мы прочитаем отрывок из 14 главы Евангелия от Марка, стихи с 32 по 42. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковаться. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «А воочем, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу». «А чего ты?» Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один только час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». И опять отойдя, молился, сказав то же самое слово. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» «Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, ибо вот приблизился предающий меня. Аминь». Какие драматичные слова. После того, как Иисус предсказал, что Петр и другие ученики отрекутся от Него, они стали опровергать Его слова. И тогда Господь Иисус привел их в прекрасный сад. Они пришли туда с Елеонской горы. Этот сад находился на склоне Елеонской горы. Мы знаем, что Иисус часто бывал там. Это был уже не первый раз, когда Он пришел туда. В Евангелии от Иоанна мы читаем, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Как я уже сказал, этот сад находился на склоне Елеонской горы совсем рядом от дороги из Иерусалима в Вифания. Или из Вифании в Иерусалим. Вы помните, что Иисус в свои последние дни на земле, перед Своим распятием, много раз ходил по этой дороге? Наверное, так оно было и в тот раз. Этот сад представлял собой оливковую рощу, окруженную высокой стеной. Но как же назывался этот сад? Он назывался гефсиманским. А знаете ли вы, как переводится это название? Слово «гефсимания» можно перевести как «давильня для маслин» или «масличный пресс». Видимо, где-то под сводами этого сада находился пресс для извлечения оливкового масла. И это очень подходящий образ для репрессивных мер, которые ощущал Иисус, и внутреннего, и внешнего давления, которые он испытывал в гефсиманском саду. Иисус действительно ощущал себя тогда в гефсиманском саду как под прессом. Мы уже прочитали с вами эти строки, где написано, что он начал ужасаться и тосковать. И сказал он им, «Душа моя скорбит смертельно». А в Евангелии от Луки вообще сказано так. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Такое давление он ощущал. Для такого пота есть даже медицинский термин «гематидрос». Я нашел его в специальной литературе. «Гематидрос». Этим термином обозначается выделение крови или кровяных пигментов вместе с потом, что может наблюдаться у человека в крайне редких случаях, когда он сильно напуган, особенно если это страх смерти. Это происходит, когда из-за высокого напряжения разрываются периферические вены, и в итоге и спор кожи вместе с потом вытекает заодно и кровь. То есть эти слова — это вовсе не сказки. Благодаря этим строкам мы можем себе представить, под каким давлением, по всей видимости, находился тогда Иисус. И мы знаем, что результат этого давления был в тысячу раз лучше, чем оливковое масло. В конце концов, из этой давильни в Гефсиманском саду вытек самый драгоценный и самый чистый елей, который когда-либо существовал на земле. Это был елей радости, елей искупления, кровь спасения. Да славится имя Господне. Аллилуйя. Ну а в оставшееся у нас время мы разберем, что за битву провел тогда Христос в том своеобразном масличном прессе, в котором он оказался в Гефсиманском саду. Был ли это просто страх смерти, который когда-нибудь ощущают практически все? Или же за всеми этими событиями стояло что-то еще? В отрывке, который мы разобрали чуть ранее, мы прочитали о том, что Иисус сначала пришел туда со своими учениками, со всеми учениками. Но, вернее, их было одиннадцать. Один их покинул. Это был Иуда. Их осталось только одиннадцать. Вот с этими одиннадцатью учениками Иисус и пришел в Гефсиманский сад. Но перед самым входом сад он сказал им, «Посидите здесь, пока я помолюсь». Но все-таки он взял с собой троих из них, а именно Петра, Иакова и Иоанна. После того, как он поделился с этими тремя своей внутренней скорбью, тем, что так давило на него, своим горем, своим бременем, он оставил и их. И вот что пишет нам об этом Лука. Исаам отошел от них на вержение камня. Гефсиманский сад занимал довольно большое пространство. Там вполне можно было далеко метнуть камень. Иисусу было очень трудно это сделать, ведь ему пришлось покинуть даже небольшой кружок своих учеников, чтобы быть в состоянии провести эту битву. Иисус бы с удовольствием взял их с собою. Как было бы здорово, если бы в этот скорбный момент с ним были его самые близкие друзья. Хочу вам признаться, что когда я переживаю какой-то тяжелый период своей жизни, мне гораздо лучше, когда рядом со мною моя жена. Или какие-то другие люди, которые будут рядом, когда мне это необходимо, которые будут подбадривать меня, которые будут помогать мне. Но Иисусу пришлось расстаться с ними, потому что он не мог взять их с собою. Потому что истина заключалась в том, что ученики не могли ничем помочь своему Господу в том, что ему предстояло. Потому что в битве ради спасения мира никто из них не мог быть полезен. Эту битву он должен был провести один. Бремя человеческого греха может нести только один, а не все вместе, сплотив свои усилия таким солидарным коллективом. Искупление было обретено не совместными усилиями, а личным деянием одного, только Христос, удалившись от всех остальных, мог понести нашу вину и вынести гнев Божий. Никто иной не мог принять участие в искуплении. Это мог сделать только один Иисус. Он лично добился этого для вас и для меня. Без помощи своих лучших друзей. Он один взошел на крест ради этого. А вот почему он удалился от так любимых им учеников, даже от трех, наиболее важных для него, отойдя от них на вержение камня, и там упал на колени и стал молиться. Там он молился, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Но о какой же чаше тут идет речь? И с какой это чаши он должен был испить? Что именно было для него так тяжело? Что так давило на него? Чего бы он с радостью не делал? Он говорил этим, что ему нужно было взять на себя грехи всех людей. Его перетряхивало от этой перспективы. Только подумайте о том, что ему предстояло. Иисус был совсем не таким испорченным, как мы. Прежним нам грехи не казались чем-то ужасным. Иногда мы даже с удовольствием их совершали. Наша прежняя природа была греховная, и прежний человек был падшим созданием и вполне себе уживается с грехом. Но потом у нас появилась новая природа, и тогда мы начали страдать из-за грехов. Но у Иисуса никогда не было той прежней нашей ветхой природы. Он никогда не совершал грехопадения. Он никогда не совершал греха в своей жизни. Грех был ему незнаком. Иисус с самого начала являл собой новую природу. Он всегда был чистым, всегда был праведен, всегда был свят. на нем не было и пятнышко греха. И вот, его небесный Отец говорит ему, «Мой Сын, мой возлюбленный Сын, такой чистый, ты должен взять на себя всю эту грязь». Вот это да! Теперь-то вы, наверное, понимаете, почему Иисус не стал говорить, «Отец мой, как же это прекрасно!» Нет, это противоречило его природе, но получалось, что он должен был взять на себя нечто, что противоречило его природе, нечто, что было ей чуждо, ибо он был без греха. Но ему нужно было взять на себя грехи других. Битва, которую он провел в Гефсиманском саду, была чужда его природе. Павел писал о нем так, «Он, не знавший греха, был вынужден взять на себя наши грехи. Он, бывший чистым своим характером и сущностью, он, ненавидевший зло, теперь должен был связать себя с нашими грехом и виной. Он должен был забрать их у нас и понести на своих плечах. Его сердце и душа должны были быть обременены нашим злом. Ему даже пришлось признать себя виновным и быть осужденным за них. В состоянии ли мы себе представить, как это было ему противно, как это противоречило его природе, как все это навалилось на него и погрузило его в депрессию. В Библии у пророков об Иисусе сказано следующее, «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния». И вот теперь Иисусу пришлось не просто глядеть на злодеяния, ему пришлось взять их на себя. Проклятие нашего греха теперь должно было перейти к нему. Он, бывший абсолютно чистым, должен был, как написал Павел в другом месте, претерпеть наше преступление в своем собственном теле и взять их с собой на крест. Теперь это зло должно было быть возложено на него, того, кто никогда не грешил, того, кто всегда был новым, светлым, чистым и святым. Иисус и грех, как они вообще могли сочетаться? И все же настал час, которого так ожидал его отец. И мы можем теперь понять молитву Иисуса. Мы можем понять хоть немножко из его слов. «Отче, авва, отче, пожалуйста, не надо, пронеси чашу сию мимо меня, но кое-кто все-таки был на стороне Иисуса». Так кто же был на его стороне? Мы знаем, что его отец небесный был его другом. Его отец никогда не хотел навредить ему, но он хотел искупления для людей, и его должен был принести им Иисус. Но был некто, кто был его ложным другом. И этот некто якобы стоял на его стороне. Кто же это был? Это был дьявол. Иисус в Евангелии от Луки сказал, «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Во время своей молитвенной битвы в Гефсиманском саду Иисус увидел, как сгустилась тьма, и ему явился сатана. Власть тьмы наступила в тот момент в Гефсиманском саду и хотела искусить Иисуса. Тьма говорила, «Иисус, я с тобою». Дьявол хотел, чтобы Иисус не прекращал испытывать внутреннее отвращение козлу, не беспокоился о грехах мира и не брал их на себя. Этот совет дьявола полностью соответствовал святости Иисуса. Он говорил, «Иисус, не делай этого». Дьявол все это время пытался сделать только одно, не дать Иисусу так поступить. И сейчас он хотел оградить, ну, в кавычках, конечно, его от креста. Дьявол действует так всегда. Когда Иисус умирал от голода в пустыне, дьявол сразу же явился к нему с предложением того, как побыстрее решить его проблему. «Скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Как мы можем заметить, дьявол просто мастер в таких делах? Он предлагает Божьим людям разум убрать все трудности со своего пути. У него есть отличные уловки, помогающие ему это легко проделать. Я скажу вам, мои друзья, если кто-то предлагает вам подобный легкий путь, тут дело нечистое. Пути истины, пути праведности, пути Божии часто нелегки. Они требуют много сил и много честности. На них приходится долго плыть против течения. Божьи пути привели Иисуса на крест. «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Так что, дорогие прихожане, дорогие друзья, поставьте себя на место Иисуса. Попробуйте развить его мысль. Подумайте о том, что было бы, если бы Отец Иисуса услышал его молитву. Тогда бы дьявол победил, ведь так? Тогда бы не было распятия, но заодно не было бы и воскресения, и тогда бы мы продолжили жить с нашими грехами. Тогда не было бы искупления, и все мы, все продолжили бы жить, ощущая гнев Божий. Тогда не было бы прощения грехов, тогда не было бы небес, а был бы только ад для нас. Тогда мы бы жили в этом мире без надежды. Но я скажу вам, друзья, славен наш Спаситель Иисус Христос, ибо еще до того, как закончить эту молитву, он сам воскликнул, нет, нет, отче, да будет воля твоя, а не моя. Аллилуйя, аминь. Какое же это было великое деяние. Иисус все это вытерпел. Наш Господь Иисус пошел нелегким путем, а был готов избрать для себя тяжелый путь. Он пошел нелегким путем, он не попался на козни врага, он последовал воле своего отца. Ничего я хочу, отчего ты. И что же в итоге произошло? У Марка этого нет, но мы можем прочесть об этом у Луки. в этот критический момент, или можно сказать, очутившись в этой кризисной ситуации, в этой самой великой кризисной ситуации за всю историю мира, что же произошло? Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Бог не оставил его одного, он был с ним. И вот почему, друзья мои, вам тоже не следует всегда идти прямыми, а также прекрасными гладкими путями, ибо они могут лишить вас самого важного. Они могут лишить вас всех заповедей, всех напутствий, всех Божьих указаний. Вы начнете думать, что вам больше не нужна Божья воля. Если вы считаете, что так будет лучше, и вам многое удастся, то идите за этим змеем. Идите за ним, но я прошу вас не делать этого. Я предостерегаю вас так не поступать. Это был злой день и злая ночь для Иисуса. Ему пришлось гораздо тяжелее, чем тогда в пустыне. Но Иисус прошел это испытание. Спасибо нашему Господу Иисусу Христу. Спасибо тебе, мой Искупитель. И в конце своей проповеди я хочу поговорить кое о чем еще, но это тоже связано с нашим сегодняшним отрывком, а именно о священнической заботе об учениках. Мы также можем видеть в этой великой битве, произошедшей в Гефсиманском саду, просто огромную душепопечительскую составляющую. Я уверен, что вы тоже обратили на это внимание, когда мы читали наш сегодняшний отрывок. Ибо Иисус несколько раз прерывал свою молитву. Внутри него шла великая битва между светом и тьмой, в которой участвовал только Он, лишь Он один, и, несмотря на это, Он смог по крайней мере дважды прервать ее, а в самом конце Он прервал ее и в третий раз, чтобы подойти к своим ученикам и позаботиться о них. Меня этот факт очень впечатлил. Давайте еще раз прочитаем. Один кусочек из нашего сегодняшнего отрывка возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «А вы все еще спите и почиваете?» В пылу своей борьбы наш Господь не забыл о своих учениках. Он переживал за них и даже несколько раз прерывал свою молитвенную битву ради них. Он увещевал их, он предостерегал их, он служил им, он любил их. Разве не должен был он сказать им усталым и незаинтересованным голосом, «Что мне с вами делать? Ведь я знаю, что в решающий момент моей жизни и моей борьбы вы отвернетесь от меня. Вы мне не нужны. Бегите прочь, предатели!» Нет, его священническое сердце не забыло своих учеников. Он не отвернулся от них, хотя знал, что вскоре все они покинут его. Дорогие прихожане, дорогие сестры и братья, дорогие друзья, так любящие Иисуса, какое же это прекрасное утешение для нас. Мы тоже порой устаем, и глаза наши тяжелеют. Ведь так? Иногда наш дух желает что-то сделать, но наша плоть не дает нам этого сделать. Бывает, что нам хочется спать, и тогда мы часто безразличны к деяниям Иисуса. Но наш Спаситель постоянно вторгается в нашу духовную литургию и будет нас. Возможно, кто-то из сидящих сегодня в этом зале очень поддерживает Божие деяния, но сердце его недостаточно устремлено к Иисусу. И вы, наши друзья, по ту сторону экрана. Где бы сейчас ни находились, послушайте меня. Многие христиане ведут себя очень сонно. Многих из них ничего не интересует. Многие из них ведут себя эгоистично. христиане, я хочу помолиться за вас, чтобы Бог через это богослужение пробудил и всех нас трижды, чтобы Он сказал, вперед, Вольфганг, пробудись же, я не покину тебя, я пробуждаю тебя, я ищу тебя, я забочусь о тебе, даже в самые тяжкие моменты твоей жизни. Он это наш первый священник, молящийся за нас. Однажды он молился за Петра такими словами. Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Он также молится и за вас, чтобы ваша вера не оскудела и чтобы вы навсегда обрели спасение. Дославится прекрасное имя Иисуса. Ибо в Библии сказано, что Бог верен нам, даже когда мы не верны Ему. Он остается верен нам, ибо Он не может сам себя оболгать. Какая же это прекрасная история, какая же это прекрасная весть, и какое же это утешение для всех нас, следующих за Иисусом. Он в одиночку вел свою борьбу, он был совсем один. Его ученики отреклись от Него. Он не поддался на уловки дьявола, а слушался своего Отца. Он совершил то, что противоречило Его природе. Он покорно слушался своего Отца до самой Своей смерти на кресте. Он сделал это для вас и для меня. Он сделал это для всех тех, кто всем своим сердцем верит в Его имя. Иисус действительно ощущал себя тогда в Гефсиманском саду, как под прессом. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.